Природа не терпит неточностей и не прощает ошибок. Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами очередной выпуск программы «Жизнь в стиле эко». И я, ее ведущая, Лисан Габдрашитова. Испокон веков люди с бережностью и трепетом относились к родникам. Воду многих источников считали особенной, даже святой. Возле них ставили срубы, кресты, а то и часовни. В народе верили, что родниковая вода излечивает от недугов и помогает в горе. Родник, воистину, настоящее чудо. Вода в нем чистая, холодная даже в самый жаркий день и, как правило, очень вкусная. Но не все заботятся о благополучии источников. Подробности – далее. И берет оно начало. Вот корневая система из-под этих деревьев чуть, наверное, правее. На этом видео видно, что родник, расположенный в овраге, сейчас изрядно сузился. К нему подъезжают около 70 грузовых машин в день и засыпают его землей, говорят сельчане. Первая встреча с соседом Ильдусом, стукая девять, проходила рядом с этими заборами. Он говорил, что данный участок надо оградить и занимайтесь выкупом данного участка, иначе придут другие. Этим другим оказался он сам. Здесь намерение превращать это в коммерческую зону и застраивать этот участок никаких не было в помине. Живописное место ежегодно облагораживают сами жители. Они сажают деревья, время от времени очищают родник. Поэтому шельнинцы всей душой болеют за сохранность этой красоты. Испокон веков на Руси и вообще на оврагах землю нельзя под строительство выделять. Это облагороженная земля была, очень аккуратная. Здесь 30-40 лет, значит, росли деревья. Этот лес спилит. Мне важно, чтобы оставалась вот эта вся экосистема, вот эта вся красота. У нас даже вот лисы, которые приходили, они уже который год не приезжают, они боятся техники. В это живописное место любила приходить местная детвора. Два года назад хозяин земельного участка оградил его забором. Мальчики и девочки теперь играют на детской площадке. Разные игры здесь придумываем на площадке. Ну, там места очень много и неинтересно. Мы шалаш еще там строим. Да, шалаши строим. Получается, этот овраг был хорошим местом зимой, когда мы здесь катались на тюбингах. И, ну, получается, прыгали в снег вообще. Это было тоже прикольно. По словам жителей села Большая Шельна, из-за активного движения большегрузов, которые привозят грунт на засыпку оврага, дорога общего пользования стала приходить в негодность. Здесь появились трещины и колея. По словам Эльдуса Вазиева, эти 10 соток он приобрел законным путем перераспределения земельных участков. В подтверждение своих слов мужчина предоставил соответствующие документы. Тут ничего не буду планировать. Верхнее счастье буду планировать на той стороне, а здесь нет. Здесь в планах у меня ничего нет. А что планируете? Ну, пускай стоит. Время же меняется, все равно. Может, по хозяйству нужно будет, территории все равно же. У него же целевое назначение и ЖС. Это, как он, Азамат, говорит, типа, что это земля, типа, в коммерческих целях. Тут нету коммерческих целей, не написано ни одного слова. Это ИЛПХ, личное подсобное хозяйство. Ильдус Вазиев полагает, что односельчанам не хватает земли, поэтому и идут против него. Активисты же уверяют, им важно сохранить это живописное место в целости. В планах было благоустроить овраг, сделать для детей веревочный городок, придать роднику статус рекреационного. Сейчас шельницы собирают подписи, готовят обращение к главе Тукаевской администрации. Они надеются, что их услышат, и этот родник им удастся сберечь. Забота о братьях наших меньших. Ветеринарные врачи Тукаевского района совместно с региональной общественной организацией «Сады Закамья» выехали на рейд в садовые некоммерческие товарищества. В его рамках они провели вакцинацию кошек и собак, проживающих на даче у своих хозяев. Питомцев прививали от бешенства. Вначале специалисты побывали в СНТ «Искра». Всего несколько секунд, и процедура пройдена. На очереди ее дочери Герда и Джуля, а также кошка Кристина. Раньше приходилось вызывать ветеринара из города на дачу, чтобы поставить прививки большой семье питомцев. Это первый раз у нас акция такая бесплатная. А так мы это все время платно все равно делаем, потому что надо это обязательно делать. У нас и дети здесь с ними общаются, и соседские дети приходят. Они очень дружелюбные. Бешенство – смертельно опасная болезнь как для животных, так и для человека. Лечения от него практически нет. На территории садовых обществ его переносчиками могут быть лисы, дикие собаки, барсуки, ежи. В СНТ «Искра» не так давно, несколько лет назад, оператора насосной станции, то есть забежала лисица прямо в помещение, напала на него в тот момент, когда он переодевался. Но смогли скрутить лисицу, завернуть ее, значит, и отвезти, взять у нее пробу вот на это, на бешенство. Значит, анализ показал положительные. Бешенство передается через укус, через слюну заболевшего животного. В результате у пострадавшей кошки или собаки страдает нервная система. Само заболевание может проявить себя как сразу, так и через некоторое время. Если у вашего питомца появилось неадекватное поведение, он боится света и воды, необходимо обратиться к ветеринарам. Прививку от бешенства можно делать уже с трехмесячного возраста. Ревакцинация проводится через год. Подходить на нее желательно на две недели раньше. Давно испытанная вакцина, вакцина антиэрабическая против бешенства собаки и кошек, против полтоядных называется. Выпускается у нас, Щелковская биофабрика. Сухая, инактивированная она. Ну, мы растворяем там физраствором или дистиллированной водой. Вакцина переносится животными хорошо, побочные эффекты отсутствуют. Антитела к вирусу образуются в течение двух недель. Также выездные рейды по вакцинации прошли в садовых товариществах «Росинка» и «Дружба». Голландский дизайнер Даан Розье Гарде создал бижутерию из смога. Да-да, из того самого загрязненного воздуха, состоящего из дыма, тумана и пыли. Для этого он разработал специальную вакуумную систему, которая в Пекине высасывала городскую сажу прямо из воздуха. Затем дизайнер поместил собранные частицы в искусственные кристаллы для колец. Украшения призваны напомнить людям о загрязнении окружающей среды. Удивительные вещи из мусора умеют создавать и челнинцы вместе со своими детьми. Мы приветствуем вас на ежегодном региональном фестивале. Изначально фестиваль задумывался как привлечение воспитанников к литературному творчеству. Поэтому на празднике по традиции звучали стихотворения о природе родного края на языках народов по Волжье. Утром солнышко встаёт, нас на улицу зовёт, выхожу из дома я. Здравствуй, улица моя! В каком головном уборе с вторсырья можно пойти в театр? Что надеть, чтобы не промокнуть? Это знают участники номинации эко-мода. Программу фестиваля конкурса «Многоголосие по Волжье» её включили в этом году. Сделали костюм принцессы из стаканчиков, салфеток, полиэтиленового пакета. Почему такая идея у нас возникла? Потому что у нас дочки из стаканчиков делают пирамидки. У нас очень много дома стаканчиков собирают они. Также полёт своей фантазии дошколята продемонстрировали и в номинации «Эко-творчество». Это мельница, сделанная из китайских палочек, которые едят сушу. Крыша сделана из картона. Мы изготавливали эту мельницу пять дней. Педагоги детского сада номер 95 тоже представили свои работы в номинации «Эко-мозаика». Например, вот эта игра «Цветы на поляне» изготовлена из пластиковых ложек, трубочек, крышечек, суши-палочек. Она помогает детям развивать речь, запоминать цвета и формы. Фестиваль-конкурс проводится в рамках международной программы «Эко-школа. Зелёный флаг». Эта программа объединяет единомышленников в области экологического просвещения населения. Наша цель к тому, чтобы каждый человек вдумчиво относился к экологии и был её защитником и её созидателем. Начинается эта работа с детского сада. В городе Наберинчел на Язакамском регионе вместе с нами сотрудничают более 60 образовательных организаций. Все конкурсанты получили дипломы и книги с экологическими сказками, которые дошколята вместе с родителями сочинили сами. Челнинским рекам чистые берега. Более 200 человек приняли участие во Всероссийском марафоне «Вода России». Это сотрудники администрации Центрального района, экологи, студенты и школьники. Вооружившись мешками и перчатками, участники экологического марафона отправились на охоту за мусором. Одни собирали его в прибрежной зоне озера на набережной Тобеева, другие – за волнорезами. Сегодня есть все условия для того, чтобы мусор собрать. Если вы видели, многие в пакет собирают весь мусор, выносят, где-то в урну оставляют. Здесь вот на набережной у нас, пожалуйста, очень много контейнеров для мусора поставлено, которые регулярно вывозятся. Но все равно почему-то многие решают оставить мусор на месте. Работа по очистке берегов проходила всю неделю. В результате волонтеры марафона «Вода России» собрали около 300 мешков мусора. Из них 100 пакетов стекла и 75 пластика. Акция проходила вот в трех районах. Три у нас районных административных отделений города на Бижне Челны. Это вот Автозаводский, Центральный и Комсомольский районы. Они разместились вот с Устью Шильны и вдоль Нижнекамского водохранилища. Волонтеры в очередной раз подали пример нерадивым челнинцам. Каждая организация собирала мусор раздельно. Много очень раз принимала участие здесь. После дождя погода классная, вот речка, все хорошо. Этот мусор убираешь, помогаешь природе. Стаканы прозрачные, которые вот покупают. Одноразовые? Да, одноразовые. Вот их очень много тоже. Стеклянных бутылок очень много. Пакет от чипсов. Мы постоянно выходим на берега реки Камы, нашего Нижнекамского видахранилища, и занимаемся уборкой мусора. Уже несколько акций у нас прошло, поэтому большое количество мусора собрано. К одной из крупнейших акций «Вода России» челны присоединяются уже в девятый раз. На голубой планете должна быть чистота. Нет, скажем, свалкам. А вот уборки мусора мы скажем «да». Дорогие друзья, будьте активны, проводите субботники, участвуйте в них. И не выбрасывайте мусор на землю. Донесите его до места назначения. На этом наша экологическая программа подошла к концу. Увидимся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова